Инженер Владимир Михайлович Топоров, понаблюдав однажды за полетом птиц, подумал, а почему бы не придумать махолет? Он нашел единомышленников, создал даже свое маленькое ЛКБ, и скоро все в удмуртском городе Воткинске знали, Топоров делает махолет. Еще бы, все именитые конструкторы мира до сих пор заявляли, что такое невозможно, но в авиамодельном клубе, которым руководит Топоров, посчитали иначе. Мы провели исследование, построили математическую модель, провели теоретический анализ и провели ряд экспериментов в воздухе, в воде, на стенде и в полете. Мы, знаете, построили несколько моделей. Экспериментальные данные эти подтвердили правильность наших теоретических рассуждений. И они убеждают нас в том, что махолет полетит, точнее полетит человек с помощью машущих крыльев. Модель же, можно сказать, уже полетела. Вот эта модель пролетела 8 секунд. Конечно, пока это немного, но для нас это уже не имеет большого значения. Если летит она 8 секунд, мы считаем, пролетит когда-нибудь аппарат с машущими крыльями и 8 часов. Но птицелед больше 8 секунд летать не хотел. Может быть, мало крыльев, подумал Топоров, и сотворил четырехкрылую чудо-птицу. Ее расчеты уже делались на ЭВМ. История знает немало примеров, когда умелец-самоучка или школьный учитель открывали вещи, доселе неведомые. А разве прошло время Кулибинах и Циолковских? Новый махолет Топорова летел над землей уже 15 секунд. Время, на которое хватало энергии резинового моторчика. А если он будет не резиновый, вдруг полетит. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова